А знаете ли вы, дорогие мои, что рейтинг нашего великого кормчего снова вырос, а вы-то, наверное, не в курсе, да, в ЦИОМ опубликовал в пятницу данные очередного своего какого-то опроса, который непонятно где проводился, я так понимаю, что этот опрос стал уже ежемесячным, так вот, согласно данным того опроса, рейтинг Владимира Путина, доверие Владимиру Путину вырос до 71%, даже там немножко больше, до 71,3%. В целом политику президента Владимира Владимировича на посту одобряют 65,5% россиян, кроме того, ребятишки же еще поинтересовались об уровне поддержки политических партий, вот выяснилось, что Единая Россия по-прежнему на первом месте, 33,2%, избиратели ей доверяют коммунистам меньше 15%, ЛДПР 12%, у эсеров только 6%, то есть Единая Россия опять в лидерах, и меня вот это вот умиляет. Начнем с Единая Россия, о каком лидерстве вообще они говорят, кому они парят мозги, потому что давайте вспомним хотя бы крайние выборы. Последние сентябрьские, когда вы помните. Нигде, ни на одном избирательном участке не выдвигалось ни одного кандидата от партии Единая Россия, там все шли самовыдвиженцами, это было вполне объяснимо, потому что вот это слово сочетание Единая Россия у людей уже просто вызывает какое-то отторжение на людей, оно действует как красная тряпка на быка, но люди ненавидят уже эту партию. И повторюсь, то, что партия власти выставила своих кандидатов как самовыдвиженцев, мы никакого отношения, конечно же, к партии они не имели, но это говорит о многом. Поэтому о каком доверии даже в 33% говорить, но это как минимум смешно. По поводу рейтинга Великого Кормчева, слушайте, ну вот я не знаю, как им это удается, я не знаю, каким образом, я не знаю, как им не стыдно. Обратите внимание, чем больше непопулярных решений в отношении народа принимается, тем выше рейтинг Путина. Как такое может быть? Причем сразу после пенсионной реформы он обвалился. Ребята во главе с начальником, самым великим царем, накосячили еще больше, он тут же резко подскочил и с тех пор просто не падает. Он поднимается и поднимается и поднимается. Причем чем больше данью, например, народ облагают в виде налогов, штрафов, еще какой-то гадости, чем больше людей сажают за всякую ерунду, за комментарии, тем больше народ Владимира Владимировича любит. Ну, хорошо, объясните мне тогда, господа, в ЦУМ. А как можно объяснить вот эту историю, что в последнее время мы все чаще и чаще видим, если Владимира Владимировича где-то, когда он выходит, что называется, в люди, то мы увидим обязательно окруженного рота и вооруженной до зубов охраны. Мы видим, что везде на крышах сидят снайпера, все это происходит под снайперскими прицелами. Мы видим, когда даже где-то памятник какой-то там, алую ленточку перерезает, открывает, выстраиваются какие-то там 3-4-5-метровые заборы из пули непробиваемого стекла. Ведь раньше такого не было. Когда у него рейтинг был ниже, а сейчас чем выше рейтинг, чем выше уровень доверия, тем больше, значит, вот этих вот мер предосторожности предпринимается по отношению к нашему самому главному. Но это как минимум смешно. Не даром эту статью придумали. Специальная, ведь статья специальная, насколько я понимаю, под Путина она была придумана, об оскорблении представителя власти. Она и до этого была. Но она была прописана в административном кодексе, предполагала только штраф. А сейчас она появилась еще и в уголовном кодексе. И дела, которые заводятся, я не так давно об этом рассказывал, в реальной журналистике уже более 33 дел заведено. Хотя она действует там, по-моему, с ноября, что ли, прошлого года. Вот три месяца всего уже 33 уголовных дела заведено. Людей отправляют на реальные сроки. Ну да, верю, верю я вам, господа из ФЦИОМа, что рейтинг-то главного только растет. Начинаем! Ну и, конечно, нужно сказать об этой еще более идиотской ситуации, о том, как меняется наша Конституция. Тем более, что в пятницу был последний день, когда еще была у людей возможность внести какие-то предложения по этим поправкам в Конституцию. Все, лавочка закрыта, возможности такой больше нет. Теперь какая-то там группа из непонятных людей будет заниматься этими поправками в течение месяца. Нам объявят, какие оставят, какие не оставят из предложенных. Ну и там будет назначено какое-то голосование. На самом деле меня это умиляет, я думаю, как и многих, потому что ситуация действительно выглядит абсурдной. Непонятно, кто этим занимается. Одна только Исанбаева, чего стоит, которая тут выдала накануне. Я, да, я наконец-то прочитала эту книгу. Книгу, понимаете? Ну, хорошо, хоть не поэму и путеводитель по достопримечательностям России, например, справочник, еще что-то. Книгу вот она прочитала. И вот такому человеку доверили выносить правки в Конституцию. В основной документ страны на минуточку, насколько я понимаю, она и дальше будет работать в этой группе. Давайте приведу простой пример. Вот очень простой пример для тех, кто не врубается. Почему меня, например, это возмущает. Простой, понятный для всех, представь. Ты лежишь на операционном столе. И вот тебе сейчас должны проводить операцию. Вдруг заходит доктор. Вместе с ним заходит вот такая же Исенбаева, которая начинает смотреть. Ой, а что это такое? Смотрите, ножичек какой классный. Такой вот весь блестит из нержавейки. Что-то. Но это не ножичек, Леночка. Это скальпель. Вот им проводятся операции. Ой, классно. А вот это вот что за аппаратик такой симпатичный? Ой, а можно его потрогать, кнопочки понажимать? Да это аппаратик искусственного для вентиляции легких, дорогая Леночка. Ой, а вот это вот что за установочка такая интересная? Тут пальто, да, можно повесить? Нет, это установочка для того, чтобы капельницу человеку удобнее было делать. Классно. А это, это. Ой, я знаю, что это такое. Это тампон. Такие же, как у меня, да, средства гигиены. Ну, да, Леночка, почти не совсем угадала. Ну, мыслишь в общем и верном направлении. Тут вы спрашиваете, доктор, что эта женщина здесь делает? И доктор тебе говорит, да ты не переживай. Это Леночка, которая будет сейчас делать тебе операцию. Скажите мне, как вы думаете, как скоро тебя сдует с этой кровати в этой операционной? Я думаю, уже через несколько секунд начнут сверкать пятки по одной простой причине, что мы все прекрасно понимаем, что человек в этом не разбирается, какую операцию он может провести. Тут понятно, да? Но почему тогда мы допускаем ситуацию, когда абсолютно такой же безголовый, я бы даже сказал, глупый человек пытается провести операцию над нашим основным документом страны? Ведь не только она, а Машков там что делает, мне вообще непонятно. Артист Машков, как бы я ни относился к его ролям, многие из них мне нравятся. Но давайте не будем забывать, что артист Машков, например, человек, который последние 15 лет, постоянно проживает на территории Соединенных Штатов Америки. Сюда, в Россию, он приезжает только как свадебный генерал, когда проходят выборы, его там ставят либо в списке куда-то, либо когда надо поддержать президента, либо вот как сейчас, надо опять поддержать президента, поучаствовать в разработке вот этих вот поправок. Никого это не удивляет. Другой пример приведу, есть актер Серебряков, который тоже проживает за океаном на данный момент в Канаде. Но что-то мне подсказывает, что если бы вдруг актер Серебряков попросился в эту рабочую группу по работе с поправками, пропагандисты бы уже из штанов упрыгивали, слюной бы захлёбывались. Говорю, как? Живет человек на территории чужого государства, вражеского, государства, входящего в НАТО, его допустили править, российскую конституцию, вот могу поспорить, так бы и было. А вот в случае с Машковым это не работает. Машкову можно. Машков, видишь, патриот, потому что он умеет лизнуть и поцеловать там правильную булочку, причём так правильно, делая правильный засос, правильно всасывая, да? А вот Серебряков не патриот, потому что он критикует эту власть. Ещё один момент, который мне вообще никак не понятен, тоже затрагивал эту тему в одном из крайних выпусков. Месяц назад Путин предложил внести эти поправки. Месяц всего прошёл. А они уже в течение месяца успели провести какие-то наработки, успели выслушать все предложения по всей России. 146 миллионов успели опросить всего за месяц. И уже готовы с ними работать. Слушаем, давайте вспомним ту же пенсионную реформу, обсуждение которой заняло гораздо больше времени. И Памфилова тогда говорила, мы не успеем подготовить референдум. Это нереально. За такой короткий срок, хотя там речь шла о 9 месяцах. А тут они за 2 месяца собираются подготовить что-то вроде референдума. При этом, если в случае с пенсионной реформой они хотя бы, видимо, сделали, что они действительно советуются с народом тогда. Помните, спустили законопроект в регионы, где якобы проходили какие-то открытые слушания. С привлечением якобы общественности, там разных деятелей, политиков и так далее. Как будто бы там все это заслушалось, принимались какие-то решения. Хотя понятно, что это был между собой очень для своих. Голосовали как надо, отправляли обратно. Но, по крайней мере, они тогда видимость какую-то осуществили демократическую. В этот раз, ну, ребята даже не попытались ничего сделать. И уже озвучили, что да, конечно, надо бы с регионами посоветоваться, но времени на раскачку нет. Поэтому мы посоветуемся с муниципальными депутатами. На местах, с муниципальными, с региональными, которые представляют как раз народ, население. И вот они от имени людей это все и скажут. И вот учтем, считай, мы всех опросили. Барабанная дробь, предлагаю вам посмотреть на одного такого муниципального депутата. Не каждый раз муниципальные депутаты прямо и честно отвечают на вопрос, сколько народу за них проголосовало. Посмотрите, как раз этот вопрос я задал. А я вам расскажу, каким, вот какое количество избирателей за вас проголосовало? 457. 457 человек. А вот теперь я вам хочу показать скриншот. Чтобы не быть голословным, сколько народу проживает в том Богдановиче? 46 тысяч населения того Богдановича. А за нее, напоминаю, проголосовали 457 человек. Меньше 1% от общего числа жителей города. Как вы думаете, есть ли у этого депутата право говорить от имени всех жителей города? Я думаю, это как минимум смешно. 1%, повторюсь, за нее проголосовал 457 человек. И она сейчас почти за 50 тысяч населения пойдет говорить, согласны они на эти поправки или не согласны. Ребят, ну это же бред. Поэтому, ну я считаю, я соглашусь, наверное, тут с Навальным и со многими моими коллегами. То, что происходит, абсолютно незаконно. И вот эти внесения вот этих поправок, это будет просто преступлением. И будут ли они иметь какую-то хотя бы видимость законности? Да нет, наверное, и не будут. Конечно, нам наврут. Потому что там огромное количество людей все это поддержало. Как вот уже показывали, 91% поддерживает. Но опять же, это в ЦИОМ. Хорошего дня! Хорошего дня!